Что означает быть во Христе? Означает ли это, что мы живем абсолютно безгрешно и ни в чем никогда не согрешаем? Потому что жить во Христе – это значит, в первую очередь, жить по Его законам, жить по Его привычкам. Это значит жить свято, по конечному счете. И если мы не живем свято, то тогда возникает вопрос, неужели при первом же грехе Господь покарает нас смертью? Ну, конечно, не так. Священное Писание говорит, что несмотря на то, что человек получает жизнь и обретает эту жизнь во Христе, и находится в Нем, находится в теле Церкви Иисуса Христа, все-таки, к большому сожалению, все мы много согрешаем, пишет Иоанн в этом же первом своем послании. Все мы много согрешаем, но есть разница между тем, чтобы совершить согрешение, или оступиться, или сделать грех по неосмотрительности и неосторожности, и с тем, чтобы иметь сердце, склонное к греху, и упражняться во грехе. Если, когда человек согрешил, он чувствует осуждение совести, он идет назад и кается, если он продолжает общаться со Христом, если он продолжает жить в Нем, жить по Его законам, если он рассматривает свой проступок как греховный проступок и осуждает его, то это нормальное состояние человека. Но совсем другое состояние, когда человек упражняется во грехе постоянно, когда он, называясь христианином, начинает вести жизнь совершенно далекую и чуждую от того, что является образцом христианства. Это состояние, которое уже показывает, что человек вышел из Христа. Тогда, когда мы начинаем поступать по законам греха, по законам этого мира, когда мы начинаем любить этот грех, а не просто согрешить, если по неосторожности или по случайности, или, может быть, по какому-то неосмотрительному поступку мы сделали что-то не так, то вот такое состояние любви к греху и является самым страшным положением. И Священное Писание говорит, что несмотря на то, что мы обретаем жизнь, и обретаем жизнь с избытком, и можем быть торжествующими христианами, несмотря на это, бывают случаи, когда кто-то терпит кораблекрушение в вере, как говорит Священное Писание. Бывают случаи, когда кто-то начинает отвращаться от глаголевшего, начинает вести себя совершенно несвойственно тому, как ведет себя сам Христос, начинает отвергать благодать. Священное Писание говорит о некоторых условиях, например, в Послании к евреям говорится так, в 3 главе, 14 стих, «Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». «Если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». «Если» – это условие, это обусловленность. Господь фактически дал нам жизнь в наши собственные руки. Мы являемся распорядителями жизни. Кстати говоря, даже говоря о физической жизни, мы тоже во многом являемся распорядителями. Мы не властны в том, чтобы родиться на этой земле. Это от нас не зависит. Никто из нас не рождается по собственному желанию. Но мы имеем определенную власть в том, чтобы сохранить эту жизнь. Можно вести себя так, чтобы уничтожить самого себя и покончить даже с этой жизнью. Это является возможностью, которую Бог оставил все-таки человеку. И это же самое касается и духовной жизни. Помните пребывание наших прародителей Адама и Евы в саду. Они имели прекрасные условия для жизни. Господь поместил их в самые лучшие условия. Все у них было. Они могли пользоваться абсолютно всем и делать абсолютно все. Но было одно условие. Нельзя было вкушать от древа познания добра и зла. В день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Очень простое условие. Все возможно, все можно делать, но вот этого делать нельзя. И, к сожалению, Адам и Ева не послушали указания Божьего. Они нарушили эту заповедь. В их руках была их собственная жизнь. В принципе, Адам и Ева могли бы жить до сегодняшнего дня. Если бы они не вкушали от древа познания добра и зла, они жили бы бесконечно долго. До тех пор, пока они бы не согрешили. Потому что смерть – это результат греха. Но в их руках была жизнь, которую они не удержали. Тогда, когда Господь дает нам жизнь вечную, Он тоже дает ее нам, наши руки. Да, Он поддерживает, Он охраняет, Он дает действия Духа Своего Святого, Который говорит, что делать, а что не делать. Но при упорстве человеческого сердца возможны и такие случаи, когда человек может отказаться от жизни вечной, выйти из границы Иисуса Христа, уйти от Бога, упорно и настойчиво уходить. И тогда, к сожалению, мы должны говорить честно и откровенно, что Писание предупреждает о наказании. Писание говорит не только о хорошем. К сожалению, есть и вторая сторона. Есть неизбежное наказание. И это наказание тогда, когда мы оставляем границы Бога, оставляем границы Священного Писания, оставляем границы Иисуса Христа. Но до тех пор, пока мы в Нем, до тех пор, пока мы пребываем во Христе, мы можем быть абсолютно спокойны. Итак, если мы хотим иметь жизнь, нам надо прийти к Богу. Если мы хотим удержать эту жизнь, нам надо оставаться в Боге. Нам надо быть с Ним постоянно. И тогда жизнь и жизнь с избытком будет в нашем сердце. Аминь.